здравствуйте друзья у нас на канале разговор интеллигентный с молодым человеком зовут виктор где живет виктор виктор живет московской области город егорьевск что там рядом это километров 100 от москвы где-то из каких-то более известных городом город воскресенск колонна это химик воскресенске это ваш воскресенск да я там родился в этом городе все другой недалеко географически мы установили ваше месторасположение хорошо теперь чем вы занимались образование чем сейчас занимает еще пару слов так чтобы наша аудитория представляла какого плана у нас гость чем я занимался но практически всю сознательную жизнь как-то меня водил около эти темы то есть начиная наверное там с 10 11 лет получилось так что в этой области начал развиваться и в итоге работал начиная сис админом вот сейчас работу руководителем информационного отдела в одной такой крупной компании вот занимался и программированием то есть прошел практически все стадии от технических каких-то специальностей в частности системных администраторов до программистов и до руководящей должности а лет вам сейчас сколько уже 35 окей так как я с 10 там с 12 я думаю ну а насколько долго так начать путь просто давайте вот что я ребята значит скажу что виктор говорит давайте я вот буду делать стартап и мы будем смотреть вот на моем примере вот этапы развития стартапа и у нас сейчас фактически такой первый разговор я и сам не знаю что там за стартап мы сейчас будем выяснять и мне вот теперь интересно понятно на какой стадии он сейчас находится то есть на стадии мечты или допустим на стадии когда у него уже какой-то план такой может быть даже появился так далее вот давайте сначала вот о чем я знаю что у вас как бы идея это из области такой как бы даже педагогической или скажем педагогических технологий может быть но как вы к этому пришли и почему вдруг вот человек такой технический вдруг его завело в образовательные технологии и что собственно вы хотите предложить вот как вы осчастливите мир ну история довольно таки интересная в плане того как я к этому пришел но все началось принципе бывает многих с рождением ребенка и попыткой ему его чему-то научить вот области это в которой я пытаюсь развиваться и именно с развивать стартап это робот техник вот началось все с банального с покупки конструктора одной очень известной датской фирмы вот по работам с ним занимавшись сначала как сама как самому потом начал учить ребенка я начал смотреть на рынке есть ли какие-то компании которые оказывают услуги именно образовательной деятельности чтобы как знаете вот раньше было школу юного техника советское время дом дом юного техника да да дом жок юного техника да просто я этот момент застал еще но он уже такой был в завершающей стадии потому что там интересные времена в нашей стране я хорошо застал станция юного тех танцы это станции на техника она называлась вот и как бы на тот момент а это было две тысячи наверно 8 2009 года практически ничего такого как около 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 этой темы ну ближайшем радиусе не было даже в москве ну конечно в москве были похожие кружки но и не по робототехнике то есть у меня там жить хотел конструктор который бельгийской фирмы он что-то можно было собрать робота или как в наше время из кубиков там чем ну это можно было собрать игрушку и ее даже запрограммировать то есть электрон структор да да конструктор состоял из набора сервоприводов то есть это мотора которая двигатель вернее который поворачиваться на определенный угол блока управления и элементарных датчиков датчика расстояния датчика касания и по моему датчик цвета то есть определение цвет шарика слушайте совсем неплохо и да и для папы неплохо не то что там для мальчика да сколько ребенку сейчас ребенку уже 12 лет увлекся робототехники да это был такой первый шаг и он в дальнейшем сыграл очень большую роль вот соответственно на там даже на коробке кстати хороший конструктор для папы там даже на коробке было написано от 10 до 99 они на самом деле просто понимают что молодцы я большой фанат робототехники на самом деле я не знаю вы замечали или нет я несколько раз на канале у нас говорил что если бы у меня сегодня там был ребенок или там ну просто кто-то пришел бы за советом и спроси вот что делать сегодня да я бы сказал сегодня ничего перспективнее робототехники я себе даже представить не могу потому что сегодня мы вышли в такое место в развитии человечества когда вот это магистраль просто так что сошлись вместе электроника программирования точная механика понимаете все сошлось и и вот это и есть робототехника когда ты должен и тут и там и здесь и все это запустить и заработал и с высокой точностью невероятным вселенная целую конечно это это очень здорово для мальчика особенно да очень интересная область вот и дальнейшем когда он уже пошел в школу просто как ты нам далеко начал вот просто там интересный момент как бы хотелось бы рассказать именно ключевые вот и после того как уже он пошел в школу в наших российских школах начал появляться такой предмет то есть его начали вводить в систему образования робототехника да именно робототехника то есть она идет как неурочная деятельность ну как бы как дополнительные уроки факультативные но до факультативные но как бы пытаются как какие-то основы преподать вот но соответственно преподавателей в школах по такому направлению практически нет но конструкторы и какие-то учебные наборы стабильно поставляется ну это вот это уже отрадно на самом деле то есть брали так если у тебя склонности интересы есть то уже ты не на пустом месте а что-то все таки есть послушайте а вот ну хорошо я понимаю не у вас небольшой город но скажем такой город как москва неужели там нет каких-то таких мест вот куда ты можешь прийти и там действительно они собирают какие-то роботы какие-то машины какие-то ну заковыристые штуки на на конкурсах участвовать там может быть даже на международность сейчас есть такое сейчас да сейчас таких они называются центра исследовательских технологий там смит он как-то так вот у них сокращенный то есть это госпрограмма идет на открытие таких центров но опять же большая часть рынка большая часть рынка занимает именно вот так а то фирма который выпускает наборы а бельгийская фирма вот соответственно это да я не спорю что компания очень крупная и у нее много толковых интересных инженеров не также очень много хороших маркетологов но фактически это просто дорогая игрушка то есть тут язык программирования который существует среди среди разработки программное обеспечение непосредственно для моделей для сборных моделей он во первых он графический то есть это на вид выглядит как кубики которые складываются определенным образом с определенными связями вот то есть куда-то дальше пойти какой-то смежную областью виде там программирование более серьезного или еще что-то такого рядом стоящего практически но сознанием полученными на данном наборе практически невозможно то есть это как бы ограниченная область в своем только определённом каком-то развитие я думаю что в коммерческом плане что получается вот камер обращаешься к большой аудитории там есть какие-то деньги там есть какой-то обороты тогда как только ты допустим на 10 процентов увеличил сложность ты можешь потерять но не то что потерять у тебя останется 10 процентов от того рынка который был на простом а если такой счет вообще заковыристое у тебя и одного процента не будет и копейки не заработаешь и будешь этим заниматься просто как благотворительности поэтому они 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 делают то где они могут окупить свою деятельность от лет я это так я попытаюсь коммерчески осмыслить я понимаю к чему уклоните уже я так чувствую что вот не хватало такого более приближенного к жизни до профессионалам но хорошо так а в чем состояла в чем состоит ваша идея вы сказали что как бы идея образовательная просто на самом деле вы тоже устройство хотите делать или как но у нас а на самом деле я это устройство уже разработал спроектировал и есть уже прототип который позволяет программировать и соответственно упасть какими-то датчиками моторами и другими модулями с доступными в свободной продаже на самом деле он программирует вот какого плана язычок просто микро пайтон буквально наверно позапрошлом году австралийский физик-теоретик вот он портировал язык поэтом на микроконтроллер то есть микроконтроллер был стм32 то есть фирм модель микроконтроллер вот чуть позже один из наших русских специалистов который занимается непосредственно тоже тридцать двухразрядной архитектурой микроконтроллеров портировал язык на один очень недорогой китайский чип соответственно чип у китайцев получился очень ну очень интересно то есть он такой как бы даже получил звание народного вот мало того что он 32 разрядный он в себе содержит довольно таки большой набор набор характеристик ну так назвать вот и плюс еще модули вай-фай bluetooth а в чем в чем достоинство там 32 64 этом 16 разрядности но допустим на уровне вот ну таких задачек простеньких совсем там вот я пойду когда компьютеры там шины идет и там миллион всего происходит а здесь то зачем то есть 32 это здорово это что это да это здорово это позволяет именно запускать языки не не как бы не си подобным языкам то есть компилируемые а уже можно на этой платформе запускать интерпретируемые языки то есть соответственно стоит там виртуальная машина которая преобразует это в байт код все и это позволяет получать мгновенный результат соответственно программировать непосредственно на самом кристалле то есть серьезно игрушка получается да она как бы на вид простая но довольно таки с большими возможностями аналог на рынке то есть первые кто начал выпускать на такой широкомасштабная именно поделку это было ардуино возможно вы слышали про то такое давайте вас поспрашиваю значит мы говорим все таки дал стартап и так вы придумали какую-то штуку вы ее смакетировали можете ее показать людям дано раб действующий макет мало ли что так вот действующий макет можно показать людям теперь с точки зрения допустим вам бы сейчас сказали вам искали ну давай говорить что тебе надо мы тебя финансируем в общем вперед что вам надо вот чего вы хотите сделать и допустим вот денег сколько надо столько есть что вы на выходе перенесете за 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 те деньги которые это стоит что это будет новая какая-то линия новая какие-то учебные заведения где скажем там молодняк к чему-то выводит на какой-то уровень или просто какой-то вот такой продукт который также как вот у бельгийской фирмы продается в магазинах что это ну вообще в планах не только продукт а именно комплексные услуги то есть это именно я с школы сеть кружков таких для обучения сеть центров обучения вот непосредственно используя данный вид данный вид конструктора то есть это будет конструктор который позволит получать знания какие-то навыки собирать какие-то устройства используя язык программирования микро пайтон это если программировать как на языке параллельно будет среда разработки который позволит программировать этот кристалл непосредственно с помощью блочного программирования ну что-то аналогично либо блоки от гугла либо scratch тоже хорошо давайте теперь так вот то что американский инвестор вас спросит какая у тебя бизнес-модель то есть где деньги зим вот деньги деньги где но вот вы говорите дайте мне там 300 тысяч надо этом поднять чтобы там освоить вот это потом надо будет еще может быть пару миллионов чтобы переписать запустить там что-то но но все-таки но твоего удалить тут денег дали еще добавили там накинули в итоге как чем будете рассчитываться то есть как бы с чего у вас появится прибыль я понимаю что вы можете не иметь точного ответа нового ну приблизительно какая-то мысль есть вот вы же говорите я хочу сделать стартап это значит вы должны пойти к людям и сказать ребята вот идея вот макет действующие вот нужна такая-то сумма чтобы что можно чтобы выпустить набор который позволит получаться именно техники с ним можно например прийти ну конечно я не знаю как насчет американских учебных заведений ну например предложить это системе образования то есть есть такой набор который позволит проводить данные уроки по технике соответственно к этому набору прилагается не только железная часть но и какой-то педагогический материал то есть это могут быть скрипты лекций какие-то технические моменты которые позволяют более подробно изучить платформу ну и какие-то материалы для преподавателя чтобы можно было у нас называется комплексное методическое обеспечение был такой да но время так называлось ну хорошо ладно все деньги где вот когда я вам говорю ну и я вам тут дал денег тут давно все таки обратно то я как их получил то есть с наваром я просто думаю вот о том что вы сейчас рассказываете и я думаю что идеально было бы пойти с этим вот к той компании который бельгийской которые все это производят и им предложить как купите вот там например еще бы лучше иметь там на выбор там три-четыре конкурирующих компании можно сказать мне в принципе там уже предлагаются здесь предлагают но я конечно лучше с вами пошел вы там более симпатичные и так далее ну то есть понимаете да то есть вставить какой-то продукт в линейку своих продуктов несложно а вот допустим создать компанию который будет конкурировать с ними со всеми например вот допустим если бельгийская компания увидит что ваш товар привлекателен и как бы там можно сделать что-то какую-то копеечку получить при том что у них уже маркетинг есть у них уже там сеть распределить распространители все есть значит они они же могут сделать такой же например или сделать может быть и покруче и я не знаю ну почему бы им например не сделать так как вы конкурировать будете с теми кто может на раз побежать и сделать там не хуже понимаете то есть люди которые вам дадут деньги на стартап они спросят вас они скажут так все таки если вы могли бы сказать у меня вот есть патенты какие-то у меня есть авторские права которые нельзя обойти там допустим да и ну хорошо ладно это так мои просто чисто такие соображения дальше какой у вас план по стартапизации как бы вот этого всего то есть вы сказали давайте мы посмотрим как мы будем вот выводить стартап какие у него там этапы я понял концепция есть макет есть прототип там туда-сюда дальше что вот как вы это собираетесь вот видение ваше какое ну в первую очередь естественно для реализации проекта нужна команда потому что без персонала один человек делать там один два человека ничего не могут вот так как система программирования именно среда разработки для данного вида устройства она будет в обориентирована то есть это будет в интерфейс который будет позволять программировать устройство которые могут находиться в любом месте то есть они подключаются непосредственно к вай-фай сети и через эту вай-фай сеть подключаются к некой базе данных которые где они регистрируются и на них можно будет загружать прошивку есть это вот такой небольшой концепт и чем он отличается от тех устройств которые присутствуют на рынке то есть те устройств присутствует на рынке они программируются непосредственно по кабелю то есть это понятно все таки вот каким образом вы хотите сделать стартап но вот допустим люди говорят у нас там такая-то стадия на этой стадии мы вот там идем к инвесторам хотим получить там денег там вот на это потом на то потом ну то есть у вас есть какие-то этапы у вас есть в голове или вы например выгодить я хочу инкорпорироваться там сша в штате деловер потом я поеду в кремниевую долину в какой-нибудь инкубатор там четыре месяца побуду значит и буду ходить по разным мероприятиям искать инвесторов там еще что-то ну вот как бы в не в техническом плане я понял вам нужна команда но чтобы чтобы у вас была команда вам деньги нужны вы можете поехать на угол да можете поехать сколково искать пацаны вот есть такая вещь правильно дайте денег может быть вам скорее в сколково дадут понятно сколько вы это все-таки какое ваше видение вот есть есть какие-то мысли в этом плане ну вообще да мысли есть то есть в течение этого как баз остаточного года я решил оформить это все дело более менее состоявшуюся модель и попробовать податься на конкурс на вае инкубаторе в комбинатор который вот соответственно в этом году я уже не успел до из как бы в том ракурсе в котором это должно быть это еще не подходит по их требованиям вот соответственно на следующий год это где-то весна по моему в мае у них прием заявок начинается открывание открытие конкурс ну буду стараться уже попадать туда аниме и постойте попали вы допустим вы успешно прошли конкурс этого инкубатора или там нету не обязательно в инкубатор есть там стартап сам их есть но они вы приезжаете они вам дают место там на 4 месяца как бы спонсируется на 4 на 4 месяца по моему да там не больше вы ходите на мероприятие вы встречаетесь там с разными людьми вы тусуетесь какой-то тусовки ну да если вам прямо там например тут же и денег дали это один разговор но допустим вы подкрутились в тусовке ну хорошо чего-то поняли как-то на какой-то уровень то есть вы можете к это я пока туда дальше не загадываю ну хорошо но вот если допустим вы не попали в байк комбинатор там какой-нибудь а чем и все и что шов теперь все погибнет ну так хорошо какие альтернативы тоже опыт это правда нет на самом деле пока вы оформляете эту заявку пока вы ее форм как бы сформулируете сам по себе опыт формулирования очень важно конечно ну ну хорошо ладно то есть пока у вас план такой достаточно раскрывчатый то есть вы хотите же к допустим к марту следующего года у вас есть год на то чтобы как-то это все не знаю там немножко подработать немножко там описать более правильно там а по-английски вы можете да могу хорошо значит и дальше там участвовать в конкурсе а какие-то российские конкурсы вам не интересны или там может какие то есть кроме российских я не знаю ну кроме кроме вайн инкьюбейтера там может еще что-нибудь есть российские в российские есть до конкурсы например стартап виллэдж который опять же в сколково проводится вот но в принципе на него я тоже хочу попробовать съездить поучаствовать хотя бы получить какой-то опыт вот потому что но в принципе опыт опытом возможно и там получится ну конечно они же тоже ищут люди которые в россии хотят инвестировать во что-то они они тоже ищут во что инвестировать и кроме того вот вы говорили о том чтобы там предложить учебным заведением там российским например дело в том что российский инвестор у него может быть выход и на вечно как там и сейчас министерство все называются там образовательные вот у них может быть выход там они могут в любую там секунду там куда-то зайти искать ребята вот такая вещь и получить госзаказ на большую сумму то есть американские же инвесторы там не придет министр образователь министр образования там российской федерации а эти придут так мне кажется что это неплохо было бы ну хорошо то есть давайте я я понимаю что всякие устройства можно продавать в магазине мы наладить производство и продавать и как бы разница между себе стоимостью и тебе стоимостью значит она как-то остается в кармане учебные центры я с трудом представляю как как коммерческое предприятие потому что либо там совсем мало денег то есть я уж не знаю там зачем это должно держаться либо оно должно как-то субсидироваться как ты так госбюджете ца я не знаю ну кроме того учебный центр в котором есть только одна тема он с трудом с трудом я могу себе представить если обычно там приходишь учебница и там вот это и это и это и это и так далее то есть существующие цены учебный центр с вашим устройством мир может какой-то класс организовать это это реально а если вы говорите вот у меня вот есть устройство может быть даже целая группа устройств и мы делаем такие секции приходит люди там дети мы их учим робототехники и так далее я я не очень как-то а вы пробовали разговаривать с людьми которые вот ну как бы уже руководят существующими центрами но в той же москве вы говорили есть да а может быть у вас там какие-то станции там технического творчества воскресенский или там где-нибудь и там есть какой-то эквивалент дома пионеров бывшего как области но в ближайшей как бы территориальной близости у нас такого нету дома пионеров во что сейчас превратились да мне кажется такого и уже и понять это нет дом пионеров конечно но как тоже нужен по-другому называться но он же есть есть их не дома пионеры даже на дом технического творчества есть некие кружки как они как называется я не знаю даже то есть это какие-то организация которая занимается именно досугом ребенка то есть это начиная с вышивки и заканчивая именно там авиамоделирование вы знаете у меня была однокашница в когда когда учился в тверском госуниверситете много-много лет назад она была начальником дом пионеров в городе кашин калининской области тверской линии вот и я с ней несколько лет назад поболтал и она так вот моих лет может быть моложе там на пару-тройку лет и она до сих пор на том же стуле в том же заведении и как-то она по-другому там назвалось но в общем-то функции не но они может быть салют там вождям портретом не отдают и в галстуках не ходят то примерно вот такое то есть я думал как-то наверное сохранилась в каком-то виде я просто чего говорю что если есть такая система сеть то может быть там а что-то осталось вот раньше были такие у пк когда дети старшеклассники у них такое трудовое воспитание было и они ходили в неделю куда-то и там учились кто машинописи кто там слесарному делу там сейчас есть такое нет сейчас такого уже нет старшек вот так уж ки то есть вот эти а вот эти моменты они именно заменены так называемый вот этой внеурочной деятельностью в самой школе то есть там по нам 4 до сам он 4 направление техническая ну хорошо давайте давай на этим мак что-то нас тут связь немножко барахлит и так мы давайте может быть вот чего вы проговаривали идею там стартапа развития коммерческой основы этого всего с кем-нибудь ну вот скажем с людьми которые в системе образования или может быть ну с кем-то вот или вы пока так за пределы из себя не выходили нет проговаривал например со своим проектом с этим я выступал даже доме правительства московской области был конс на грант для развития аналогичных проектов не в прошлом году был была такая область 1 в первый год была именно секции по робототехники дали грант они почти дали там просто с юридической точки зрения должна участвовать еще компания то есть не просто как бы физическому человеку денег дают вот а именно лицо да вот ну и там не совсем сложилось с компанией которая должна была но по качеству как бы по качеству проекта как бы вы соответствовали то есть им им нравилось а да да то есть получилось очень интересно хорошо давайте может быть тогда вот что сделаем нас смотрит какое-то количество людей и вам от них нужен какой-то что называется фидбэк то есть да ну вот чтобы они как-то поучаствовали я не знаю советы может какие-то или конечно приятно когда тебе говорят что-нибудь ой классно там мы вас любим там желаем успехов это это очень особенно женских каналах эти женщина не вообще эмоционально очень позитивный вот но чего бы вам хотелось вот от зрителя допустим что-то конструктивного или может какую-то идейку подбросить которые вы сказали вот она вот я все знал что где-то но тут рядом есть вот никак голову не приходила там или что что вот этот них хотите ну знаете любой фидбэк он полезен негативный позитивный он все равно заставляет задумываться вот потому что особенно негативный бомбить в лицо так зачастую не скажут то есть они может подумают то же самое но не скажут с другой стороны когда вы идете следующий раз кем-то разговаривать вы уже знаете где они могут вам там скептицизму подсыпать или там негативизма какого то есть вы можете на опережение работать то есть как бы выводить уровень критики вас на более тонкий уровень пашина на этом уровне вы уже готовы то есть вы проходите апробацию вот так мы это назовем по-научному вы проходите апробацию ряд проходили либо апробацию гид до на канале голос силиконовой долины хорошо да ладно ну что же давайте мы тогда вот что сделаем давайте мы запись на этом месте так закруглим и посмотрим что там у нас народу скажет а вы тогда по мере того как будут какие-то продвижения интересные вы тогда и самое напоминайте о себе мы еще поболтаем я бы конечно хотел посмотреть ваш макет в действии но я понимаю что это может не быть зрелищным или может быть очень как сказать затяжным по времени то есть если вы начнете показывать как вы это там делаете это может много времени занять но может быть показать в действии вот допустим там есть что-то и вот вы тут вот вот тут вот вот так а она там вот так вот так и вот и это все видно например конечно вот в этом это может быть создало бы какой-то приток энтузиазма потому что у нас пока все это умозрительно да не что тоже неплохо тоже неплохо потому что на уровне идеи да то есть в кремниевой долине сейчас есть такое местечко и надо будет наверное мне туда сходить с камерой договориться с ними и там поснимать как раз по робототехники и они там для детишек там я не на чуть ли там не от 8 10 лет и кто но кто-то это профинансировал понимаете и люди которые там обучают это люди которые как они не исключительно обучают они просто фанаты этого дела грамотно очень тонкие так далее и они как бы это делают элитарные по своему публикой не элитарные по рождению но отобранной очень сильно по мотивации по интересу по продвинуться стали тогда поэтому может быть надо будет сходить с ними поболтать показать как это делается но но в общем то это она уже в воздухе висит понимать очень многие вещи начинались в калифорнии начинались кремниевой долине и потом раз по всему миру разошлись и я вот в том что вы говорите я вижу то что они здесь тоже вокруг этого скачут потому что уже понятно что тут не обойти не 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 обойти не проскочить ничего это это просто в лобовое такое фундаментальное направление которое не знаю за которым достаточно достаточно много будущего вот вот во всяком случае из ближайших там не за лет 10 20 30 я не знаю что будет через 50 но ближайшие 10 20 30 вытеснение человека из практически всех форм вот вот такого труда вот такого где там происходит манипуляция там какими-то предметами начиная с сельского хозяйства и кончая там не знаю всеми видами производства и тогда транспортировка это все должно очень 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 сильно так вот роботизироваться поэтому как бы направление очень правильно очень хорошие хорошо значит как как какие править и самые сдвиги наметиться вы это самое дайте знать о зрителе мы туда попросим в конструктивном плане делиться тем что они видят там и какие-то может быть сильные стороны какие-то может быть слова уязвимые какие-то может быть мысли в направлении движения может быть у кого-то дядя олигарх так он уже с деньгами у нас у нас тут есть олигархи смотрят многие хорошо ладно друзья давайте мы пожелаем виктору успехов творческих и в его лице всем всем другим творческим людям которые как бы сказать не не стонут не не жалуются не не говорят что там нет сил так жить там или еще чего-то просто живут хорошо ярко срочно там с интересом там и так далее вот это вот так и надо жить я считаю так чтобы каждый день праздник был правда так вот на этом давайте мы тогда попрощаемся так все ручкам помашем вот и скажем что до скорых встреч спасибо